здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова и сейчас мы с вами сделаем очередной разбор интервью николая соболева на канале супер там мне показалось очень интересно разобрать его невербальные сигналы тела потому что их там было много и они были очень красноречивы с точки зрения обучения ну давайте не будем затягивать нашу прелюдию а начнем первый фрагмент и так давайте включаю ты лидер мнений то блогер youtube и и тем не менее у тебя достаточно либеральные взгляды и ты живешь и работаешь в россии вот как тебе живется коль сейчас ну страшно как и всем вот обратите внимание сейчас мы на его примере разберем вот реакцию на страх до страх вообще эмоция страха ну объясняю я это у себя на курсе эмоции кстати он уже готов если вам интересно под видео есть ссылочка всего 990 рублей там много материала из всех моих стримов я собрала вот разложила по эмоциям и сделала вот такие вот уроки прямо по эмоциям после этого курса вы будете разбираться прямо на сто процентов но смотрите вот здесь вот что касается эмоции страха да вот я сказала где из ну сейчас просто не хочу об этом долго рассказывать что касается дальнейшего поведения до у человека испуг произошел а что дальше идет да и вот здесь вот мы реагируем тремя способами первое первый способ это реакция замри то есть человек испугавшись дальше видит стратегию поведения ну наилучшую дать для себя это замри это в начале интервью получается что николай еще пока присматривается к собеседнице да пока еще не не показывает свою харизму да и но пока еще не драться бежать пока еще рано да и поэтому вот первая реакция на страх у него действительно замри и смотрите здесь у него нет никаких эмоций он минимально жестикулирует он минимально выдает эмоции он настороженно говорит какую-то информацию да то есть здесь идет пока вот эта реакция давайте за ней наблюдать потом будет другая реакция на страх отказуемости того что будет ожидать за поворотом я лично опасаюсь некоторых радикальных событий которые вот кстати вот здесь вот обострилась еще раз эмоция страха по его лицу и плюс вот это вот наклон головы в сторону это ну какой если кто-то уже давно у меня на канале вы хорошо знаете что часто человек вместо того чтобы поднимать плечо для того чтобы проиллюстрировать эмоцию не знаю он наклоняет голову к плечу то есть сокращает вот это расстояние до между плечом и головой и это и есть эмоция не знаю могут произойти в нашей жизни я не уверен до конца что это интервью выйдет все хоть где-то вот сейчас идут события которые а вот уже пошла другая реакция на страх это уже реакция дерись дерись для блогера до перед нами же блогер который привык драться языком да как знаете я часто говорю я работаю ртом да так вот его поле боя это словесность это его выражение эмоций до его харизма жестикуляция да ну и получается что это его орудие вернее оружие для драки да и соответственно мы видим что вот здесь вот он раскрывается уже более широко и действительно мы видим как он дерется да то есть иллюстраторы которые усиливают эмоциональный посыл да все мы знаем я вот предыдущих видео говорила что вот ловушки подсознание для того чтобы лучше запомниться слушателям нужно окрашивать свою речь эмоциональными какими-то выпадами да то есть чем больше человек мы жестикулируем эмоциональный посыл какой-то даем чем больше у нас горят глаза тем больше это запоминается аудитории поэтому используйте этот прием а он ну вот в данном случае наш сегодняшний гость он этим приемом всегда и пользуется благодаря этому приему он и стал популярен да ну вот это один из приемов поэтому давайте наблюдать как он его использует могут привести это не фантазия к третьей мировой войне и к ядерной войне в случае чем который ты погибнешь просто я погибать не хочу честно для меня самое ценное что есть могут называть меня либералом индивидуалистом как угодно самая ценная моя жизнь я не верю в рай от все закончится все для меня для всех на самом деле моем представлении то есть мы видим да как реакция дерись у николая соболева происходит но я так для контраста поставила две реакции а теперь следующий фрагмент по поводу татарки и фм а здесь давайте посмотрим я вот перед интервью с тобой посмотрел твое же интервью статарка fm ну вот если люди так размышляют в целом и настолько не разбираются не ориентируются вот смотрите истинное отношение к этой татарки да он говорит довольно культурно да он не оскорбляет ее хотя вот если бы я на его на его месте я бы более остро отреагировала потому что когда я это видео начала смотреть я просто его выключила вот ну вот той грязи которая вот с ее этой позиции так называемой я разочарована была в ней и после этого я даже на канал супер перестала заходить вот сейчас зашла посмотреть это интервью да потому что мне интересен именно николай да так вот смотрите вот истинное отношение к этому человеку да он не показывает там отвращение он не показывает какие-то ну мы по крайней мере не видим вот в этом ракурсе да но вот это вот локтями обратите внимание локтями в сторону это и говорит о том что он как бы хочет от нее абстрагироваться ему не нравится этот человек вообще вот наблюдайте вот вот этот язык тело очень показателен и у меня даже был такой пример на одной из передач там один мужчина рассказывал о том как он любит свою жену и и так далее но при этом у него локоточек немного она сидела рядом а локоточек у него немножечко подергивался и я как раз заподозрила говорю да нет это это неправда и вот в начале этого этого шоу был была как раз вот эта идиллия нам показывали как у них все хорошо а потом как пошло как поехала и у него там пять любовниц и каждая из них там что-то хочет каждая из них там козни строят ну то есть там вообще был такой такая санта-барбара но вот а по нему он такой идеальный такой замечательный а локоточком он прям раз и раз и ну вот это для меня был сигнал давайте смотреть видите он с открытыми ладонями это знаете кстати хорошая такая натренированная привычка люди которые часто выступают они это в себе тренируют да и вот открытые закрытые ладони не всегда признак того что он открыт или он закрыт но надо смотреть в контексте других сигналов бывает что даже хорошо натренированный человек он прокалывается вот на таких мелочах но вообще в принципе это можно сказать азыть языка тела движений поэтому каждый человек который хоть немножечко имеет опыт выступлений он вот это как минимум контролирует но и поэтому ну с другой стороны тоже надо для себя отмечать даже если это да как бы азбука да ну на азбуке тоже прокалываются поэтому все надо отмечать наша работа в том и заключается что мы отмечаем абсолютно все что видим а потом складываем определенную картину видите вот локоточки локоточки и акцентирует бровями в нашем мире и в нашем поведении в биологии человеческого поведения в том откуда появляются такие настроения почему появился маргенштерн утром радикально выражается касательно маргенштерна заявляю что его нужно посадить смысловая нагрузка омерзительная даже преступно и я бы я бы наказывал за такой текст кстати насчет смысловой нагрузки посмотрела я я никогда не была поклонницей это татарки и до этого места в ее интервью я не досмотрела но вот сейчас я посмотрев какую она моралистку из себя изображает я посмотрела пару роликов и и да это до чернухи там нет но посыл как раз моральный очень даже знаете вот под юморком да я бы запретила вместе с маргенштерном и и и тоже в том числе потому что ну как бы моральный облик там женщины в рисуются в таких красках ну вот если уж бороться за мораль да но я конечно не это это шутка конечно же я никого бы не запрещала если у нее есть зрители то это значит кому-то нужно да и в принципе ну с юмором как бы поржать все думают да ну а знаете вот в каждой шутке есть только доля шутки и тот уровень который она несет в общем-то он очень похожий на маргенштерна это мое мнение опять-таки можете в комментариях со мной не согласиться я уже привыкла что вы со мной во многом не соглашаетесь это уже становится традицией но напишите свое мнение ну вот насчет вот таких вот моралистов да вот казалось бы а ну к кому бы говорить ну уж точно не ей вот я так считаю если я не права напишите в комментариях наказывал таким образом уголовно то есть вот такая радикальная позиция как у многих радикальных пропагандистов которые доносят через рупор пропаганду все эти вот человека ненавистнические в моем представлении мнения вот если так вот а вот эти вот сигналы по поводу бедра и этого и колено по поводу колено мы хорошо знаем что такое ну вот я уже но неоднократно говорила ну ладно еще раз повторю колено это место где у нас ну концентрируется чувство собственного достоинства до гордыня наша мы не зря молимся на колене встаем для того чтобы как бы усмирить свою гордыню да это вот в нашей культуре в нашей религии это принято да и ну может и в других так я как бы знаю по христианству да ну то есть человек встав на колени он как бы свое чувство достоинства ставит на второе место да на первое место любовь к богу да а значит это ну колени это понятно да вот человек как бы говорит о своем и года в какой-то степени если поглаживание он же не встает на колени он поглаживает как раз вот это место которое ну вот принято ущемлять да что касается бедра вот здесь вот интересно тоже он поглаживал вы видели да я не остановила на этом моменте так вот бедро это уже немножечко другая история бедром и гладим когда мы довольны довольны какими-то материальными ну вот материальными вещами это достаток это какое-то материальное проявление статуса то есть получается ну вот если так разобраться дата бедро это материальное проявление статуса а колено это уже статус это уже гордыня да вот вот это вот продвижение и здесь получается вот он говорит про пропагандистов да и у пропагандистов что он нам говорит сейчас телом у пропагандистов есть деньги для того чтобы продвигать свои какие-то лозунги и есть возьму как возможности в плане вот именно показать себя да вот в плане гордыни до высказаться на большую аудиторию вот видите что он нам сказал ну казалось бы просто поглаживая колени идем дальше люди нашей стране будут рассуждать но мы будем двигаться в какой-то в какой-то какой-то отсек который нельзя назвать естественным хорошим там условно положительным цивилизационным развитием понимаешь что люди заблудились своих мнениях тоже не понимают как как происходят события вокруг я не слишком сложно говорить а вот то что он сейчас вот это оттягивание губы вот у меня на курсе эмоции я уж прошу прощения я так часто про него говорю буквально недавно я просто его записывала я вспоминаю что про страх я как раз говорила да и вот при эмоции страха часто вот это вот оттягивание губы но это же эмоции часто про это проявление неловкости почему эта неловкость потому что ну самый большой страх у человека это быть изгнанным из какого-то общества да если раньше из стаи выгоняли человека то он погибал без поддержки группы да а поэтому в нас вот этот вот страх сидит да и когда мы делаем что-то не так делаем что-то такое что может привести к тому что нас осудят да осудят и выгонят из стада да то у нас появляется вот этот страх да и здесь получается что эту эмоцию можно трактовать и как неловкость да в социуме но вот в данном случае да это действительно страх у него там не только по этому был страх но вот еще вот оттягивание губы это тем кто уже у меня там на эмоции эту эмоцию прошел посмотрели и вот вам еще один примерчик который уже не войдет в этот курс но там тоже очень много примеров там просто вот по примерам там огромное количество их я собрала я просто перелопатила там огромное количество видеоматериала вот представьте у меня на канале 500 роликов и ну вот все эти ролики это ну примерно в среднем по 10-15 фрагментов да и вот эти все 10-15 фрагментов я разнесла на все эмоции ну поэтому понимаете да как это много дальше следующий фрагмент вот еще кстати продолжение про колено бедро вот я вам только что это сказала да давайте еще раз посмотрим вот это сочетание в плав ну вот в плетении контекста уже но больше с этим с информационным посылом пепсико все эти компании но все крупные брать вот кстати когда человек подавлен да вот к сожалению здесь блин как это сделать час я сейчас я сделаю так чтобы вы видели сейчас вот так вот мы сделаем сейчас еще и ну да не сейчас вот еще разочек мы посмотрим потому что вот это вот очень интересно его рука обратите внимание находится между ног и лежит безвольно вот это вот знак подавленности если вы разговаривая с человеком видите что у него особенно кстати левая рука это эмоции до правая рука это действие левая эмоции если человек особенно мужчина кладет сюда руку да и вот так безвольно то есть это говорит о том что он все-таки довольно подавлен во многом себя контролирует и у него знаете вот бессилие в какой-то степени бессилие может быть сказать что-то не может да вот вот это вот много-много всего пепсика все эти компании но все крупные бренды они вообще не хотят касаться тем политики служить и он даже прячет руку подальше да то есть крупные компании не хотят касаться тем политики да и вот это вот он еще дальше спрятал то есть он сейчас иллюстрирует их позицию с точки зрения вот они но крупные компании и политика да они стараются спрятаться то есть здесь в данном контексте вот он говорит ну он то говорит да но он иллюстрирует позицию этих компаний на видите как четко и вообще язык тела он настолько интересен вот в плане изучения так много вот этих подводных вещей которые ну казалось бы можно не отмечать да если отмечаю что намного уже такой бриллиантик получается да разные краски разные оттенки да вот видите вот туда замедленная съемка и сдвинул даже ноги да при этом когда ногу глубже и ноги сдвину вернее руку глубже ноги сдвинул отсел то есть прям вообще они как огня боятся вот по его жесту вот этому прям понятно к отношениям крупных компаний к политике можно перечислять бесконечно чем еще раз вот смотрите колени бедра если кто-то думает что какая-то высказываемая мной позиция она высказывается для того чтобы подзаработать нет ребят вы ничего не понимаете в том как зарабатывают интернете forbes внес тебя в список по моему на 12 место сам смотрите речь о forbes и ему эта информация нравится она как бы тешит его самолюбие да может быть она и нет не так правдиво да но хотя я под вопрос поставлю потому что он все таки вот сигналами тела говорит что да для него это важно да это тешит его гордыню возможно факт того что он там оказался в этом списке даже был спровоцирован им для того чтобы о нем говорили да ну то есть вот в каком-то ключе ему это интересно в каком-то ключе это тешит его гордыню вот что говорит этот жест не знаю либо он действительно так богат и сейчас он перед нами будет изображать вот это вот все ну что мы сейчас увидим либо он сделал так чтобы все думали что он так богат да и вот это его успех вот в этом да но в чем-то он видит свой успех 8 зарабатывающих блогеров доходов 600 тысяч долларов месяц смотрите она смех это уловка уловка манипулятора кстати под видео вы можете найти курс манипуляции вот одна из уловок чтобы не отвечать быстро на вопрос это засмеяться дальше идет пинание ногой бьет по колену то есть вот очень острая такая реакция на это все но с другой стороны вполне возможно что такая острая реакция потому что это ну как бы низ не соответствует действительности да но опять таки вот очень очень странно странно что что-то он тут скрывает я не знаю что но тут какое-то идет сокрытие либо вот понимаете тут два варианта либо он просто спровоцировал это чтобы попасть на это место что по нем заговорили да и сейчас он не хочет прокалываться до в этом либо он не хочет говорить о своих доходах настоящих да и это понятно в нашей стране в общем то поэтому не буду я это делать выводы да ну но то что что-то он не хочет нам сказать это сто процентов прочитала про это же написано в этой голове смотрите и держит вот держит бедро держит свои доходы держит прощупывает бедра да то есть все таки есть там что держать есть там за что бороться ну вернее что что не показать вот так вот уже я закрывает пиджак отклоняется он кстати часто это делал на всем интервью я вам рекомендую пересмотреть интервью да там закрывание пиджаком очень часто там по разным вопросам если сидел вокруг меня столько людей было бы что ты ждал оттуда нет забалтывание еще одна уловка манипулятор взяли эту информацию скажи между студию я купил бы тут видите игнор вопроса еще одна уловка то есть манипулятор он очень хороший это неудивительно в общем то был бы он плохим манипулятором то вряд ли он был бы николаем соболевым известным блогером и при этом закрытая поза сам как бы болтает 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 а сам думает что сказать то есть вот что-то тут есть ребят что не знаю но что то есть здесь копать и копать вот в этом вопросе ребят надо копать еще задавать вопрос откуда forbes берет информацию кто там работает в этом русском издании forbes они постоянно обесценивание источника слышите но просто манипулятор в кубе в квадрате в абсолюте вот по по курсу манипуляции прям идет и знаете как по написанному как заглушить что-нибудь не знаю я не знаю откуда не берут информацию я я зарабатывал там прям очень много там восемнадцатом девятнадцатом году там в двадцатом году много зарабатывал потом начался коронавирус компании начали отваливаться но я не бедствую нету все в порядке и из москвы кстати переехал как многие там посчитали не вытянул условно не просто не нравится москва отвращение какое красивое вау вот как жалко что курс эмоции уже готов да и туда нельзя хотя можете я туда еще дополнительно что-нибудь впихну такое красивое отвращение просто блестяще было бы но ничего страшного там и так папа эмоциям отвращения там по моему даже три видео ада значит следующий фрагмент сказать ничего плохого ты смотришь открываешь какие чувства у тебя возникают когда ты в свои когда нурлана шутит это что месячные вот у меня лично мне даже лея соболев после этого написал говорит блин коляна ты согласен вообще вот с варламовым видите отвращение страх злость мы об этом уже говорили да который продвигает позицию что молчать зазорно я в какой-то степени согласен с варламовым я даже репостнул его согласен в какой-то степени в какой-то степени иметь сюда что если ты боишься высказываться вот закрывает ноздри тоже интересный жест это закрываем темперамент закрываем информацию до лишнего не сказать лишнего не получить да ну то есть вот это вот такой фильтр фильтрацию ставим на информацию про людей при власти боишься озвучивать свою позицию не хочешь в это влезать ну тогда пожалуйста не шути про месячные даже если речь идет про провокацию возможную какой-то возможно украинской американки ну как бы которая решила похай пить возможно кого я не знаю кто может быть и не так да очень уж обтекаемо обтекаемо его позиция стала после его ролика видимо кто-то ему вправил мозги но не знаю я отлично понимаю вот все его вот эти обтекаемые моменты потому что он реально живет в россии поэтому я его не осуждаю я благодарна ему за то что он попытался ну с позиции логики до донести информацию это это очень здорово это такой знаете кирпичик в то что кирпичик в здравый смысл который все-таки восторжествует но сейчас вот его риторика стала более обтекаемой и мягкой и это в общем то понятно да поэтому идем дальше следующий фрагмент да вот по поводу его отношения к арестовичу вот вы видели как он относится к варламову да теперь смотрим как он относится ну вот и к тем кого он упоминал арестовичу тут тоже очень интересный такой момент николай соболев он как я понимаю человек очень логически как мыслящий до человека у которого большая цепочка вот аргументов да он выстраивает прежде чем принять решение да он выстраивает вот эти все цепочки действий и мне было интересно именно наблюдать за его реакции да как человека который уже логически все оценил да вот как он относится к людям в итоге после этой своей логической оценки потому что я например человек абсолютно другого формата да я все мысль эмоционально дал для меня как раз ну мы в логике эмоции мы несовместимы да мы по-другому мыслим поэтому для меня было интересно пронаблюдать как вот с точки зрения логики какой он сделал вывод по отношению к тем людям которых он упоминал да я могу это прочитать по языку тела он может чего-то не сказать но вот по языку тела я сразу понимаю что он видит в этом человеке какие перспективы какие возможности это я к чему говорю вот сейчас отношение к арестовичу у него будет абсолютно другое по сравнению с тем как он отзывался о других людях давайте смотреть тоже алексей арестович которыми на самом деле прекрасно отношусь но насчет прекрасно отношусь тут нет не знаю есть презрение да но смотрите дальше как и очень очень сложно подбирает слова то есть он к нему ну как бы до прекрасно относится да но он не ну как бы у него скажем он не может озвучить почему да и поэтому ему приходится сейчас находить эти аргументы находить эти слова и напрягает при этом подбородок ищет ну вот в свои в своих ощущениях до чем бы и за чтобы его похвалить то есть отношение у него есть да он прекрасно относится но скорее на всякий случай да он не очень хорошо так средне к нему относится да но вот ему надо сейчас какие-то аргументы выдать за что он хорошо к нему относится а эти аргументы они как бы не должны быть озвучены но у меня есть свое ну скажем так личное мнение прекрасному спикеру оратору и так далее зеленского советник зеленского он же тоже для прекрасному спикеру оратору но вот алена как раз озвучила то что николай не проговорил и потом он как бы поддержал но я думаю что главным аргументов аргументом за что он на всякий случай уважает арестовича за то что он советник зеленского да и он самая влиятельная фигура в средствах массовой информации сейчас вот со стороны украины насколько я понимаю да и поэтому конечно же о таких людях либо хорошо либо ничего да вот вот такая вот история поэтому он так долго так сложно подбирал слова за что его уважать даже в принципе спикеров много да но он долго это слово находил дал как спикера как ну там еще какие он слова сказал ну то есть вот вот это не главный аргумент почему он к нему как бы хорошо относятся до главный аргумент ну алена сказал он как бы поддержал но это было не его инициатива до занимается какой-то популизмом национализм и я вот не слушаю некоторые выступления и через призму своих знаний которые я собирал там все последние месяцы там года я понимаю что это как бы чушь какая-то абсурд а вот теперь я поняла у меня сейчас просто сложился пазл почему он не очень хорошо относится на самом деле он не очень хорошо к нему относится но в свете ну вот конъюнктуру конъюнктуру рынка да там еще каких-то вещей но в общем-то к нему сейчас надо относиться хорошо да получается что какие-то высказывания арестовича они ну вот тоже довольно националистичные да я я не знаю вот честно скажу я не смотрела его предыдущие какие-то высказывания да но то что он сейчас там есть над чем работать есть что разбирать но пока вот у меня руки не дошли до него ну давайте подождем может быть дойдут когда-то а да значит следующий фрагмент ну а если на телеке то кем бы ты себя видел вот тебе к тебе выступать с предложением давай николай вот у нас тут пропагандой и с информационной политикой все плохо а мы хотим я могу быть или кем я хочу себя увидеть или кем-то владимир соловьёва хотел бы заменить владея владимир соловьёв незаменим кто еще будет петь песню вот эти все прекрасные кто будет угрожать людям слушай нет ну как бы смотрите отклоняется застегивает пиджак потом закрывается левой рукой жестикулирует правой то есть ну про соловьёва лучше много не говорить да но вот этот смех в общем-то довольно естественно выглядит он как я уже говорила как человек публичный как человек привыкший выступать он умеет где надо засмеяться и вполне естественно но видите дальше как сигналы тела он он подальше я если что в домике да вот так вот гандистом я быть как-то наверно уже поняла из нашего интервью из моих роликов не хочу хотя другой стороны он тоже не хотел послушаешь их какие-то старые интервью думаешь господи что с людьми делают деньги или что что же что за метаморфозы странные происходят в их сознании в мироощущении почему такой контраст вроде все есть у человека я конечно понимаю там полтора миллиона за эфир на россии сколько ему там платят на большие деньги но ты же был видите постепенно все больше закрывается жестами да как бы эмоции включил но так адекватные вещи говорил нет я пропагандистом быть не хочу я мог бы выступать в разговорном жанре в каком-то до следующий фрагмент вот по поводу патриотизма вот я с ним согласна полностью и оставаться гордиться что такое стыдно быть русским то есть обратный процесс это гордость быть русским гордость быть принадлежным какой-то нации это национализм моем представлении в своем выпуске я подробно описал к чему приводит национализм да во всем мире касательно патриотизма ну если просто взять определение патриотизма то это чувство единения с людьми в твоей стране и ну когда ты желаешь хорошего хорошей судьбы своей родине и людям которые живут в этой стране ну так кто живет в стране в нашей алена вот кто я могу ответить это разные люди с разными позициями так мне с какой категории людей нужно чувствовать единство не нужно чувствовать единство просто с большинством да то есть есть видите он говорит вещи да серьезные важные но при этом челюсть на всякий случай опустил вниз чтобы это не воспринимали как угрозу это вот такой тоже ход грамотный до с точки зрения коммуникаций если вы не хотите вызвать агрессию собеседника дату опустите челюсти скажите это кстати ирина шихман это очень часто использовать да вот задает вопрос провокационный да при этом так голову опустит как бы смотрит я я сама тебя боюсь прости пожалуйста что мне приходится задавать этот вопрос да это вот очень хитрый приемчиком манипулятивные естественно но манипулятивные именно с точки зрения жестов это уже вот более глубокий пласт манипуляций до манипуляций бывают вербальные невербальные вот это вот как раз невербальные манипуляции. Сейчас прилетят какие-то колонизаторы с Марса, захватят власть в нашей стране, будут, например, править в нашей стране лет 20, включат все рупоры пропаганды и будут рассказывать мне, что убивать людей это хорошо. И через 20 лет 70% людей будет, например, думать, что убивать людей это хорошо. То есть, если я буду с этим не согласен, то я не патриот. Потому что я не объединен одной идеей и одной идеологии с этими людьми. Так получается. Мы до этого дошли, а вот сейчас сидит какая-нибудь татарка. Видите, вот здесь я с ним полностью согласна. Под каждым словом подписываюсь. По поводу и марсиан. Молодец, очень грамотно. Причем грамотно с точки зрения невербалики. То есть, он как бы не наехал, он как бы так размышляет. Очень хорошо. Прямо браво, браво, Николай. Вот это 100%. Да, по поводу... Ну и татарку сюда тоже. КФМ тоже лидер мнения, наверняка. Вот смотрите, тоже видите. Он как о ней говорит, вот эти локти у него прям... Он очень неприязненно о ней думает. И я его тоже очень понимаю. Вот в этих вещах мы с ним полностью солидарны. Ну, хотя в конце я вам покажу его недостатки. Но вот здесь вот, по крайней мере, я с ним полностью вот прям поддерживаю каждое его слово. Видите? Лидер мнений. Как ты ее считаешь тоже лидером мнений, хотя оно в моем представлении. И говорит о том, что вот Моргенштерна, например, нужно посадить за то, что он исполняет, какие-то такие песни. Ну, давай еще посадим тогда людей, которые слушают эти песни. Ну, почему нет? Все очень боятся высказываться. Я просто немножечко такой, видимо, отбитый человек, который вот не может, не может не донести каких-то вещей. Для меня это, ну, как бы вот, у меня есть такой внутренний запрос. Ну, насчет этого его внутреннего запроса, у него там в нумерологии целых два этих внутренних запроса, которые, ну, к сожалению... А в формуле души еще там. Поэтому, да, ну, я в конце об этом покажу, я покажу его формулу души-нумерологию, и там как раз вот это все... Вы увидите причины этого внутреннего запроса. Ну, идем дальше. Следующий фрагмент. Это как Яндекс.Диск. Это по поводу Рутюба. Я просто обхахатывалась, как-то смотрела это. Браво! Чувство юмора просто блестящее. Вот прям мой респект. Закачал, как бы скинул ссылку. Ну, пока что Рутюб выглядит примерно так. Движок Рутюб. Вот еще какое классное отвращение. Блин, почему я... Как алгоритмично. Почему я свой этот курс уже записала? И он был бы просто бриллиантом у меня. Ну, ладно, там тоже очень много этих бриллиантов. Там больше трех часов видео. И может поменять, ну, к осени. Но они вообще не в курсах, как бы, что делать в моем представлении. Потому что сейчас там модерацию, премодерацию ролики проходят по... Кто мне там сказал? Девочка их какая-то модерирует. Типа, я вам телефон на весь руту. Ну, да, ну, что-то вроде этого. Она сидит, смотрит, все, что закачивает. Не, 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 все, что закачивает. Видите, застегивает пиджак, отсаживается ногами, да. То есть, ну, старается фильтровать, но не получается. Старается сказать чуть меньше, старается от этого абстрагироваться, но его просто бомбит, да, от того, как он относится к этому рутюгу. Просто есть какой-то дурацкий алгоритм подтверждения. Если не проходит, там девочка смотрит, может быть, две, может, три. Ну, пока что это все в зародышном состоянии, в эмбриональном этот телеграмм, да. Ну, все, что остается, телеграмм. Ватсапе можно присылать ролики, в сториз записывать ватсапе. Для кого, для своих? Доведение до абсурда, это фишка манипулятора, опять-таки. Курс манипуляции внизу под видео. Можно стоять у метро, собрать аудиторию какую-то. Я думаю, по-перспективнее, чем на рутюбе будет даже. Рупор взял, короче, орешь. Браво, браво. Вот чувство юмора прям вообще выше похвал любых. Вообще молодец. Да, следующий фрагмент. По поводу ВКонтакте. Тоже интересный момент. Давайте. Подводя итог этой мысли, в рутюб не верю, в ВК... Не хочу убежать ребят, много знаю, кто в ВК работает. Хорошие люди. Видите, вот как он это говорит. Опускает челюсть и чешет челюсть. Это очень интересно. Давайте досмотрим. Целый патриот. Вот обратите внимание, каким пальцем он это делает. Я не знаю, может быть, у меня что-то не так с глазами. У меня действительно, последнее время, что-то не так с глазами, как вы видите. Да, ну и кто знает, тот знает. Да, так вот. Каким пальцем он это делает? Напишите мне в комментарии, пожалуйста. Потому что я так и не поняла, каким это пальцем происходит. Но в любом случае, когда он говорит о людях, при этом опускает челюсть, то есть он перед ними как бы в подчиненном положении, он боится их обидеть. Ну, не обязательно прям подчиненным, но вот он как бы с точки зрения не наезжает на них. Это вот люди неравные ему по его ощущениям, а он немножечко к ним с уважением, да, относится. То есть он общая, как бы вот сейчас он упоминая их, он немножечко челюсть опустил, но при этом он челюсть потирает. То есть эти люди, ну вот если все это трактовать, да, то эти люди нужные люди. Вот так говорят о нужных людях. Понимаете, эти люди с возможностями, да, а вот каким пальцем, понимаете, вот какой-то там указательный или палец солнца, нужны для чего, понимаете, вот либо это Сатурн, да, вот Сатурн это для дисциплины, да, какие-то там упорядоченные действия. Вот для чего эти люди ему нужны? Вот это вот как раз очень важный момент. Напишите мне в комментариях, если вы рассмотрите, каким пальцем он это делает. Да, вот это тоже очень показательно, понимаете. Вот каждый жест нашего тела, он, мы сами не осознаем, да, вот мозгами мы не понимаем, да, почему мы именно этим пальцем пользуемся, когда там трем челюсть. Но это все не просто так, это все имеет глубочайший посыл, вот, и этот посыл мы с вами читаем. Какой палец? Вот какой палец? Не вижу, хоть убей. Видите, и в конце еще презрение, то есть там он сказал патриоты, да, и вот на слове патриоты было презрение, то есть все-таки он так к ним очень осторожно, но эти люди очень нужны, ну вот так вот, для чего? Вот смотрим по пальцу, да. Если бы мы общались с ним, мы бы рассмотрели, каким пальчиком он это сделал, да, ну, видите, вы, я надеюсь, когда будете общаться там на переговорах или с покупателем, или с кем-то еще, да, вы будете это уже отслеживать, да, и смотреть. Но мы что имеем, то имеем, то и разбираем. Следующий фрагмент. А я вот вижу тебя как раз-таки образцовым таким поп-певцом, поп-артистом. Дима Билан, Сергей Лазарев. Ну что это такое? Потому что у тебя, послушай, у тебя яркая внешность, ты симпатичный парень, ну как ты будешь там, как это, видите, рыб-куплет или кого-то? Видите, облизывает губы, вот там, где ему хочется, там, где вкусная конфетка, идет облизывание губ. Но облизывание идет по всем губам, не в уголочке, в уголочке он уже так присматривается. А здесь просто, в принципе, мне было бы это интересно, говорит его, это облизывание губ. Обкладывать, ну зачем, тебе бы что-то такое пошло для девчонок. Да, может быть, я не знаю, может быть, может пошло. Видите, и улыбка, ну то есть, все-таки да, он бы хотел, хотел, ему это вкусно, интересно, и он об этом задумывается. Следующий фрагмент по поводу Баскова. И вот я пришел на его концерт, подарил ему букет рос, я даже помню, тогда ему передал кассету со своим вокалом. Так надо было спросить, где я его. Обязательно при встрече спрошу, куда потерял мою кассету, можно мне хотя бы. Видите, он натягивает воротник на шею, то есть шея у нас беззащитность, да, вы, если со мной давно, да, то вы знаете, в древнее время, люди оберегали свою шею, на шею, кстати, и бусики вешаются, потому, чтобы показать какой-то, ну то есть, на самое беззащитное место вешается какой-то опознавательный знак, для того, чтобы, ну это в древние времена, например, так вожак обозначал свою женщину, да, а что касается вот шеи, вообще, в принципе, через шею легче всего убить, перекусываешь, ну это когда еще там с помощью зубов дрались, да, перекусывали сонную артерию, и человек погибал, да, не обязательно человек, там, животное, да, то есть получается, что шея, это самое опасное место, и у нас это сохранилось на бессознательном уровне, что мы должны беречь свою шею, да, и вот когда человек натягивает воротник, рубашки больше на шею, то есть для него эта тема, ну опасна, да, он старается вот как-то себя обезопасить, да, это для него очень такая живая тема, ну вот он, ну мы понимаем, что это раннее творчество, это понятно, что любой человек будет переживать, как это будет восприниматься, да, слушателями, для него это очень важно, и вот здесь вот идет вот этот жест интересный. И вернуть, я хотя бы сам послушаю, вот я, я как сейчас помню воспоминания из детства, я протягиваю цветы баску, жму ему руку, и думаю, какая пухлая рука. Да, а следующий фрагмент, вот, ну давайте смотреть. Надеюсь, что в 2040 году меня назначат советником президента России. Я смотрю, видите, колено, отца, кстати, вот колено, это как раз гордыня, да, для него это важно, и вообще, я когда, ну, посмотрела, я поняла, что для него очень важно, вот именно показать себя, вот у него есть такая, ну, скажем, особенность, ну, у каждого из нас есть недостатки, да, и вот этот человек, помните, как в фильме «Адвокат дьявола», да, там его искушали сначала весь фильм одним, да, он искусился, да, потом он, когда все это прервал, и его вернули опять в тот момент, когда он принимал решение, и главного героя уже искушали другим, не богатством, как в первом случае, а уже какой-то репортер подошел и сказал, ой, вы сейчас такой подвиг совершили, да, вот мне нужно сделать из вас героя, и уже его стали искушать, не деньгами, как в первом случае, а уже его тщеславие стали затрагивать, да, вот это вот еще один недостаток у каждого человека, который есть, да, и вот в данном случае, я смотря на Николая, я понимаю, что его слабое звено, это как раз его тщеславие, как бы он ни пытался показать себя, ну, ну, с разных сторон, да, ну, вот это вот его, конечно, очень сильно подталкивает, но с другой стороны, если бы у него не было этого тщеславия, то вряд ли он стал бы Николаем Соболевым, да, вряд ли он набрал бы столько подписчиков, но вот самая слабая его точка, это тщеславие, и на нее можно зацепить, понимаете, вот когда ты видишь у человека его недостаток, а в данном случае мы видим, что его недостаток именно в этом, то можно, ну, вы сами понимаете, что это все можно сделать для каких-то целей. Извини, все! Ладно, шучу. Спасибо тебе за приглашение. Подожди. Я ее... Куда ты собрался? Ты хотел бы быть президентом России? Видите, испугался, отклонился, оттягивание времени, вот этот вот, кстати, хорошее упражнение для пухлых губ, девчонки. Вот это, у меня в курсе физиогномика, там гимнастика для лица, и вот мы таким образом губы накачиваем. Ну, видите, а я по-другому пошла все-таки, не стала ждать. Но вот это вот, если у вас есть такая возможность, там, ведете машину, или, ну, главное, чтобы перед вами никого не было. Вот этот очень хороший прием для того, чтобы губы расслабить. Да, все это, для чего он сделал? Для того, чтобы затянуть немножечко ответы, подумать, что ответить. Вопрос, знаешь, такой, я бы хотел... Облизал губы, облизал, ему это интересно. Ну, естественно, потому что человек, ну, довольно тщеславный. Это не в обиду, ни в коем случае, я не хочу сказать, что он прям, вот, все, все недостатки у него собрались, из-за его тщеславия. У каждого человека есть, это как мотиватор, да, у каждого человека есть мотиватор, да, кто-то за деньги, кто-то за славу, да, ну, вот, как бы, это главные такие, можно сказать, мотиваторы для каждого действия. А у кого нет желания, ни денег, ни славы, так те лежат на диване, ничего не добиваются. поэтому это нормально. Я бы хотел смочь, я бы хотел. И чешет затылок. Затылок, это у нас, он отвечает за прошлое, за прошлую информацию, полученную, да, когда-то. Но, смотрите, это довольно близко к шее, а шея у нас про ответственность. Получается, вот, в комплексе информации мне бы хотелось, чтобы моего жизненного опыта хватило для этой ответственности. Вот, что говорит этот жест. В общем-то, ну, кстати, многие в комментариях, вот, когда я задала вопрос, хотите ли вы разбор этого человека, многие мне сказали, что он чем-то меня отталкивает. Вот, я должна вам сказать, чем? Вот этим как раз его тщеславием, которое он, да, он скрывает его, да, он его не выпячивает, он уже прошел ту стадию. Но я как-то помню, какое-то время назад я зашла на его канал и посмотрела, и там вот этот ролик с его песней, и там вот это вот самовосхваление какое-то. Ну, это, конечно же, очень сильно отвлекает от смысла. Ну, да, и песня про это же, да, вот как бы это с юмором в какой-то степени подается, но все равно, в каждой шутке, как говорится, есть доля шутки. Есть в него такой грешок, и это понятно, видно со стороны. Ну, вот и хотелось просто сказать, почему он вас отталкивает, да, вот именно вот поэтому, потому что, ну, это же и отталкивает, и притягивает. Это часто воспринимается как харизма человека. Поэтому, ну, вот такой человек, да. Но на этом невербальные сигналы тела у меня закончены. Я буквально пару слов скажу по его нумерологии и формуле души, вот кто у меня уже есть на нумерологии, посмотрите, мои дорогие, посмотрите, как интересно, вот получается, у него, ну, вот, мастер числа, да, и кармические цифры. вот это вот такое сочетание, которое, ну, можно сказать, его двигает вперед, потому что в личности, да, мастер число, то есть его воспринимают как сверхчеловека, а при этом, что у него внутри? А у него экспрессия кармическая 16, то есть это еще та птичка, мозгоклюйка, да, и душевное побуждение, кармическая 14. Он на пустом месте найдет себе какое-то ограничение свободы. Вот этот как раз движок, который его движет, да, вот то, что помните, я вам сказала, я вам в конце скажу, что его вот так вот подталкивает. Может быть, где-то сказать что-то не в попад, да, может быть, где-то как-то не ту точку зрения высказать. Вот, пожалуйста, вот эти вот эти кармические цифры, они его и толкают на всякие такие приключения, да, но должна сказать, что вот такое сочетание Николай Соболев как бренд очень удачно, ну, сочеталось, можно сказать, это же его настоящее имя, фамилия, да, очень хорошо сочеталось с точки зрения вот взаимодействия с социумом, его социум хорошо воспринимает, его воспринимают как сверхчеловека, еще и день рождения, девятка, да, получается, что он вот в социуме как рыба в воде, ну, вот это вот его, эти мастер-числа, ой, эти кармические, конечно же, добавляют ему, можно сказать, ложку дегтя в его бочку с медом, да, кстати, если вы хотите разобраться в себе и еще не с нами, то, пожалуйста, под видео есть ссылочка на вот этот курс нумерология, он называется совместимость, и на курс формула души, а здесь посмотрите, вот то, что у него четыре центра, сейчас я немножко себя подвину, говорит о том, что у него, конечно, с настроением сегодня вот я покоряю одно, завтра другое, а послезавтра у меня вообще другое настроение, то есть его колбасит не по-детски, да, его вот, ну, можно сказать, он разбрасывается, да, но, должна сказать, вот даже при том, что он разбрасывается, да, у него довольно много энергии, да, и поэтому его хватает на все эти четыре центра, но, вот здесь вот, вот эти вот трансурановые планеты все ретроградные, это говорит о том, что, ну, и они вот как раз вот эти два центра, которые хотят адреналина, да, вот ему хочется как-то вот что-то такое нереальное, это Плутон отдельно в центре, то есть ему лучший отдых, это какой-то адреналиновый всплеск, черная луна на Нептун, то есть вот все какие-то соблазны, да, идут вот на психологию, да, на какую-то глубокую эмоциональную сферу, да, ну, получается, что его соблазны искушают везде, здесь вроде как Сатурн пытается все собрать, но вот это вот все такой раздрайв создается, да, вот ему в социуме как раз, вот он воспринимается хорошо социумом, но вот что он не сделает, вот это все создает, видимо, какие-то либо скандалы, либо какие-то, ну, вот волны, да, и не всегда эти волны туда, куда надо, но при этом харизматичен, шикарно, разбирается в том, чтобы вот прям и выглядит он, обратите внимание, он же вот эта классическая одежда, да, он выглядит довольно хорошо, он приятная внешность, вот это, вот это Венера в центре, умеет хорошо себя преподнести, эмпатия присутствует, как ни странно, вот я не думала, что у него Луна в центре, да, но тем не менее, Луна хоть и не такая сильная, да, но все равно она у него есть, у него есть эмпатия, он просто логика ему ближе, да, вот показалось в какой-то момент, и его предназначение все-таки в социуме, показать себя в социуме, да, вот это вот харизму свою включить, вот это его, да, и он на своем месте находится, ну, в общем-то, можно говорить много о любом человеке, если, кстати, интересно, можете ко мне на консультацию записаться, но сейчас я буду закругляться, и так уже почти час мы занимаемся, поэтому я думаю достаточно, не забывайте поставить лайк этому видео, написать комментарий, кстати, по поводу пальца, напишите, какой там был палец, да, если вы впервые зашли, случайно, подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами, у нас тут интересно, мы всех разбираем по полочкам, да, по косточкам, никто от нас не уйдет, мы постепенно всех разберем, да, я с вами прощаюсь, желаю вам хорошего, там, не знаю, дня, утра, вечера, ночи, когда вы смотрите это видео, в общем, люблю вас всех очень сильно, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok